Лев Прозоров О себе долго говорить не буду Самое интересное во мне в моей книге Я историк по образованию Историк по образованию с писательскими способностями Или писатель с историческим образованием Это как вам угодно Почему, собственно говоря, я решил написать эту книгу Почему я решил взяться за книги вообще Потому что сейчас Я вижу Я еще раз говорю Я получил историческое образование Закончил инспирантуру Я знаю ситуацию в академической и исторической науке Я знаю ситуацию с представлениями людей Современных наших с вами людей русских об истории И вижу, что развергается самая настоящая пропасть С одной стороны, академическая наука Замкнувшаяся в своем кругу Говорящаяся в своем конфликт С другой стороны Масса людей, которые представления об истории вообще не имеют Я окончательно понял, что пора писать Когда в годах 90-х Один человек, так сказать, ветеран национал-патриотического движения Спросил у меня, кто такой князь Святослав То есть он знал, кто такой Теодор Герц Он знал, кто такой Творский Он знал, читал сионские протоколы А кто такой Ельц Святослав Он не знал Я тогда и понял, что надо действительно что-то делать Началось со статьи А потом статья развернула Сначала мои Скажем так, коллеги по кафедре В том числе мой научный руководитель Виктор Владимирович Кузанов Были несколько недовольными Ну вот Виктор Владимирович говорил, что написал в публицистическом стиле Что написал попсовый И ответ отвечал, ребята Или вы произносите попсовый публицистический стиль с презрением Или вы жалуетесь, что люди читают Фоменко одной из двух Потому что если среднему читателю с улицы придется нанимать кривочек, чтобы читать ваши книги Он будет слушать Задорман, он будет слушать Фоменко, он будет слушать Асову, Чудина, Олкового Гуфа Важно читать книги Опять же оказалось, что для того, чтобы рассказать о Святославе Надо рассказать о всем его времени И там на каждом шагу то, что надо рассказывать, то, что надо объяснять Святослав пошел войной на Хазар Кто такие были Хазары, что они себе представляли? Святослав пошел на Болгарию Тогдашняя Болгария была не совсем той Болгарией, которую мы сегодня знаем Он воевал с Византией, что такое Византия? Более того, сама Русь, тогдашняя, для нас, большинство читателей, мало знакомых Поэтому вот самая первая глава моей книги Которая заглавила род и родина Это панорама нашей с вами земли той эпохи Это картина того времени Это то, что представлял из себя тогда наш народ, наша страна О том, во что верили люди О том, откуда был родом князь Святослав Обо всем этом я написал в своей книге в первой главе Вторая глава была посвящена, князь уже начал Была посвящена молодости великого князя В том числе я поставил себе одну из целей этой книги Мало настолько недооцененных в нашей истории людей Как князь Игорь и отец Святослава Мы, как сказать, князя Святослава еще хотя бы знаем Но вспомните, как рисуется князь Игорь обычно в художественной литературе В романе по новой легенде о книге Ольге В фильме легенда о книге Ольге Смотрели вы этот фильм наверняка Есть, был такой советский фильм Там князь Игорь мелькает несколько раз Какой-то анемичный Перестарок с распухшим углом С взвольными губами, с пустыми глазками Непонятно, что он вообще делал в русской истории И непонятно, как у него получился такой сын А на самом деле князь Игорь Это был великий государственный деятель Великий воин, который впервые В европейской истории Об этом я здесь написал Совершил до того, оказавшийся невозможным Ни для Александра Невского, ни для Дарья Великого Ни для римских полководцев прославленных Он сокрушил впервые европейские истории Кочевников в их естественной среде в степи Не на территории своего государства, а в степи До него это ни одному европейскому владыке не удалось Кроме того, ну уже то, что князь Проправил 33 года тогдашней Руссию Это, как говорится, на что-то должно намекать Тогда люди бездарные, безвольные 33 года не могли сидеть на троне Тогда вот он мне доверие, извините, выражался не урны с голосованием А топором по голове в случае чего Просто и незамысловат Ну вот рассказал я об этом А потом пришлось рассказать о Хазаре И о Хазаре пришлось рассказывать долго Потому что, опять же, многие о ней сейчас знают И многие знают, что она из себя представляла И этим сейчас очень хорошо пользуются Те товарищи, которые хотят ее нам сейчас предложить Как образец для государственного устройства Да, уже публично звучат такие предложения Господин Виктор Шнерельман Который получил диплом за труд по истории скотоводства От и перспециалистов по межнациональным отношениям Так вот, себе межнациональный скотовод предложил В качестве образца для государственного устройства Хазаре Страну, в которой правил узкий круг Пуская каста иудейских работорговцев и ростовщиков В котором силовики, силовые спусковые армии Была представлена мусульманами Минутовцами из Кавказа и Средней Азии И которая торговала славянскими рабами На европейских и азиатских рынках Вот это его образец для государственного устройства И поскольку сейчас в телевизоре звучат такие предложения Мы понимаем, что плядь Святослав Это фигура и нашего с вами времени И не напрасная идея В Киеве, в одном только Киеве стоят Три памятника князя Святослава А в России один памятник князю Святославу Вызвал такое обугуление, такое кипение Неупоминаемых в приличном обществе веществ и субстанций Что пришлось его Ну вот слышали, наверное, про памятник работы Клыкова Который сейчас стоит около провинциального монастыря В Георгиевской области Памятник ему попытались На юге в Ставропольской области Там единым фронтом выступили местные церковники и муфтии Оказалось внезапно, что у мусульманов и православной церкви Общий интерес не допустить установки памятника Святослава Еще надо сказать, что товарищи Шнерельман и Ижи с ними упорно доказывают, что Пользуясь неграмотностью, пользуясь именно той ситуацией, которую я сказал вначале Что историческая наука и общество разделены пропастью Что общество неграмотно в исторической науке и историческая наука в группах общественных интересов Нам расскажут о том, что якобы Казария защищала Русь от кочевых набегов Но это только человек, который вообще не читал даже поезд временных лет Может такую ляпнуть, потому что поезд временных лет Черным по белому кадрочной Угры и Печенегина Нападали на Русь еще до разгрома Святослава Наталья Далее о его болгарском поконе, когда князь поставил себе великую сдачу Объединить два крупнейших славянского государства, Болгария и Русь, под своей властью Об этом я тоже здесь рассказал И о том, как он столкнулся с своим последним боем С мировой державой раннего средневековья, с Византией Об этом и об его гибели я рассказал в конце книги Получилось так, что моя книга Ну и мне надо сказать, что мне пришлось написать небольшую диплопедию Руси десятого века О ее соседях, о ее друзьях, о ее врагах О нашей с вами стране, о нашем с вами народе в те далекие времена Собственно, вот то, что у меня получилось и то, что уже это десятое издание говорит о том, что людям это интересно И это меня радует, это меня вдохновляет работать дальше Я надеюсь, что мне приходят благодарные отзывы, говорят, что книга Святослав изменила Пишут, что вот мое мировоззрение изменила ваша книга И очень этому рад Очень, конечно, любому автору, как полезно, только в своей книге Мы рады не только потом, как автор, но просто, как и равнодушный к будущему нашего с вами народа, нашей с вами страны человек Еще раз говорю, что Святослав остается фигурой для нас с вами сегодня очень-очень актуальной Раз нам с телевизора предлагают хозяйский кабинет в качестве образца межнациональных отношений Наши дорогие межнациональные скотоводы Нам приходится отвечать, но раз вы нам предлагаете в качестве образца Ходорского кабинета, мы выбираем в качестве образца Святослава